Па, а как появились деньги? А, да сейчас покажу. Удачная рыбалка, и в лесу полно дичи. Всем привет, богатейший Дина связи. Сегодня я коснусь вопросов, связанных с деньгами. В частности, что такое деньги? Да-да, есть люди, которые понимают деньги совершенно неправильно, а также разберемся, являются ли деньгами биткоины. Итак, что такое деньги на самом деле? Множество людей, еще живущих на этой многострадальной планете, считают, что деньги это нечто, созданное правительствами. Например, вот это всем известная 100-долларовая копюра. Но сегодня криптовалюты переворачивают все вверх тормашками, заставляют людей переосмыслить определение денег. И деньги это своего рода религия, за которую верующие в нее люди будут бороться. Например, золотые жуки, так званые голдбакс, видят в золоте самый благоприятный финансовый актив для защиты от неминуемой гиперинфляции. Нужно больше золота. Эти люди считают, что любая бумажная валюта должна быть поддержана золотом. С другой стороны баррикады есть люди, которые топят за децентрализованные банки и лица, убежденные, что традиционная валюта, поддержанная правительством и верой людей, это в порядке вещей. А теперь эволюционно появились люди, верящие, что децентрализованные криптовалюты это самые настоящие деньги. Итак, давайте разберемся, что такое деньги. Деньгами может быть абсолютно любая вещь, которой можно легко расплатиться за товары или услуги. Вот и все, ребята. Это по сути социальный контракт, говорящий, что деньги это все то, что общество назовет деньгами. И если мы посмотрим в прошлое, прокрутив несколько тысяч лет, мы увидим, как люди меняют рыбу на мясо. Например, я выращиваю коров, а вы сеете пшеницу. Я мог бы обменять своих коров на ваше зерно. Но это была довольно неэффективная финансовая система. Поэтому, чтобы что-то стало эффективной мерой денег, это что-то должно хорошо выполнять три функции. Первое. Быть отличным средством обмена. Это что-то должно быть легко используемым для оплаты товаров или услуг. Второе, что должны делать деньги, это быть средством накопления и сбережения. Это значит, что люди должны быть уверены, что все, что они используют как деньги сегодня, будет иметь ценность в будущем. Если, например, вы оплачиваете все бананами, то все знают, что через неделю эти бананы сгниют и ничего не будут стоить. Это определенно очень плохие деньги. И третье, что по моему мнению должны уметь делать деньги, это быть посчитанными. Деньги должны легко считаться. И любой товар должен быть легко оценен этими деньгами. К сказанному выше хочется добавить следующее. Деньги должны быть в ограниченном количестве. Если у вас есть что-то, что имеет неограниченный запас, то это навряд ли будет иметь большую ценность. Вот почему люди любят золото. Потому что это дефицитный ресурс, и его запасы в природе ограничены. Следующее, что от них хотелось бы получить, это, скажем так, портативность. Мы же не будем ездить в телеги, нагруженные слитками золота, чтобы оплатить отель в Черногории. Мы хотим легко обмениваться этой денежной единицей в любой точке мира. Следующей особенностью денег, которую мне хотелось бы видеть, это сохраняемость. Ведь те же бананы в качестве денег не годятся, потому что они просто гниют со временем. И последнее, что мы хотим, это делимость денег. Чтобы, к примеру, рубль делился на копейки. Зачем это нужно, чтобы покупать вещи разной стоимости? Микрофон, телефон, крем, 100 баксов, биткоин. Если люди верят, что это деньги, если они видят, что это средство сбережения, если это простое средство обмена, и если другие люди принимают это в качестве оплаты, тогда это и есть деньги. И знаете, что я еще понял, изучая этот вопрос? То, что любая форма денег, появляющаяся на протяжении последних нескольких тысяч лет, по своей сути была просто экспериментом. Деньги как средство постоянно развиваются. И некоторые такие эксперименты более успешны, а некоторые менее. Например, вернемся в то время, когда мы меняли мясо на рыбу. Это эволюционировало в ракушке и камушке. Все то, что можно было легко посчитать. А потом эволюция привела нас к драгоценным металлам. Золоту и серебру. После чего появились банкноты, которые были поддержаны золотом или серебром. А уже потом эта поддержка заменилась поддержкой правительства и верой людей. Знаете, вот я сейчас покажу вам кучу денег от разных правительств. И вы скажете, что между ними общего? И я отвечу. Ни одна из этих бумажек теперь не имеет никакой ценности, по сути. Пять миллиардов долларов в Зимбабве. Яркий пример гиперинфляции. Блин, пять миллиардов? Тут и африканские, и азиатские, и даже американские валюты. Единственная бумажка, которая здесь еще представляет ценность, это американский доллар. Но самое грустное не это, а то, что большинство современных людей не думают о том, что рано или поздно ценность любой, когда-либо существовавшей фиатной валюты стремилась к нулю. И я не говорю, что это случится с долларом тоже. Но я скажу вам, что не держу все свои сбережения в валюте или в какой-то другой форме денег, контролируемой центральными банками. Потому что у них есть свои интересы, в которых моих, ровно как и ваших, нет. Давайте вернемся к биткоину, поймем его плюсы и минусы в качестве денег. По моему мнению, большим плюсом биткоина является тот факт, что им можно легко обмениваться по всему миру из любой точки на карте, с достаточно быстрыми транзакциями и с небольшими комиссиями. По факту это намного лучше, чем все, что мы вообще видели в своей человеческой истории. Второй большой плюс это то, что у биткоина есть определенная ограниченная денежная миссия. Больше биткоинов ну никак и никогда не будет. Сравнивая с долларом, например, с неограниченной миссией, когда группа людей в центральном банке может влиять на его ценность и количество в обороте, в то время как биткоин за время своего существования растет в цене. Да-да, из года в год он только растет. Даже несмотря на то, что он сейчас значительно рухнул, он все равно в разы дороже, чем в начале прошлого года. А в прошлом году он был в разы дороже, чем в позапрошлом. К сожалению, к такому подорожанию приложила руку и спекуляция. А каждый раз, когда любую форму денег используют в спекулятивных целях, мы получаем пузырь. И биткоин тоже не стал исключением. Причем это, насколько я знаю, единственный инструмент, который пережил уже не одно раздувание пузыря. Это многоразовый пузырек какой-то. Но это не тема этого видеоролика, хотя если хотите такой видос, пишите в комментариях, и я сниму видос о том, является ли биткоин классическим пузырем или нет. А в этом видео давайте рассмотрим реальные случаи пользования биткоином как деньгами. Многие люди ведь об этом даже не задумываются, инвестируя в криптовалюту. Они же хотят много иксов в долларах и купить ламборгини. А на самом деле биток очень даже используется. Например, в Штатах его используют люди, пересылающие деньги из-за границы в страну и наоборот. Это полтриллиона долларов в год. Представьте, сколько денег на этом зарабатывает Мастеркард или Виза. Я знаю людей в Средней Азии, которые используют биткоин именно так. При этом сохраняя большую часть своей прибыли, нежели если бы они пользовались каким-нибудь мастеркардом. И потом вы удивляетесь, почему президент Мастеркарда негативно отзывается о биткоине. Часть людей, живущих в странах с гиперинфляцией, или чьи правительства жестко контролируют капиталы, тоже пользуются биткоином. И на самом деле это достаточно большое количество людей. Например, известная компания против наличных в Индии, которую окрестили войной со сбережениями граждан. И это гораздо более широкомасштабный конфликт, когда власти и финансовый олигархат покушаются даже не на наличные, а на сбережения и свободу граждан. Финансовый контроль и возможность замораживать или конфисковывать финансы правительством фактически не взводят человека до крепостного. По сути, Индия это яркий пример борьбы центральных банков со своим населением. И поэтому неудивительно, что часть населения использует биткоин как средство сбережения своих семейных бюджетов, например. И теперь не удивляйтесь, почему в Индии постоянно слышно о каких-то запретах криптовалют. Люди, которые не могут или которым вообще нельзя открыть счет в банке, тоже могут использовать биткоин. Например, в Азии или в Африке, в странах, где у таких людей вообще нет доступа к банковским услугам, как у нас. Если вы, допустим, фрилансер или работаете в интернете, находясь в такой стране, то биткоин это ваш выбор, ваш банк в вашем кармане. Я уверен, что есть еще много других плюсов в биткоине, но давайте рассмотрим еще и основные минусы. Самым большим якорем, что не дает кораблю биткоина стать деньгами в прямом смысле этого слова, я считаю его невероятную волатильность. Да, для трейдеров это шикарно, но как для формы денег это большая слабость. Просто представьте себе производителя автомобилей, который оценивает свои машинки в валюте, чей курс может обвалиться на 1000 долларов за час. Вы стоите в очереди и хотите купить булочки с кефиром, но у вас не хватает денег, потому что курс упал прямо на кассе. И даже в долгосрочной перспективе курс меняется на сотни и даже тысячи процентов. Поэтому биткоину предстоит стать стабильным, чтобы приобрести еще большую распространенность, чтобы им пользовались большие компании как средством платежа. И я думаю, что это случится, потому что это новая форма денег, неконтролируемая банками и правительствами. Хотя есть монеты, которые контролируются, Ripple, например. А мы сейчас практически акушеры и принимаем роды. Следующий минус биткоина это количество транзакций в секунду. Короче, это проблема масштабируемости блокчейна, которую решают уже довольно-таки давно и в принципе имеют какой-то прогресс. Еще один минус, по крайней мере сейчас, это ликвидность. Да-да, 1 миллиард долларов в сутки и рыночная капитализация чуть более 100 миллиардов долларов. Это капля в море. Акция Apple в 10 раз больше. Но зато у биткоина здесь есть хотя бы одно преимущество. Он может делиться до 8 цифр после запятой. Но все эти слабости биткоина можно решить. Просто это не делается за одну ночь. Может быть пройдут десятки лет, прежде чем это случится. А возможно вместо биткоина вообще какая-нибудь другая криптовалюта будет. Поживем, увидим. И вывод сегодняшнего ролика. Биткоин может использоваться. Да он и используется как деньги. Но ему есть куда развиваться. К тому же в нем есть еще достаточно много других рисков. А что вы об этом думаете, ребята? Пользовались или пользуетесь биткоином как деньгами? Или все-таки просто инвестируете ради иксов? А меня зовут Богатейший Ди. Скоро увидимся. А вы биткоины принимаете? У вас там написано. Классно. А вы вообще за этим следите, да? Криптоиндустрия там это все? Ну, в принципе я нет. Тот, кто владеет этим следит, да? Скажите, чтоб на ютубе канал есть. Богатейший Ди называется. Вот я за ним слежу. Он там рассказывает, как курсы двигаются, куда это все будет двигаться. Пусть туда подписывается и будет вот так все тип-топ. Я вот первый раз вижу, что биткоины принимают. Вот только за границей видел, а здесь еще не видел нигде. Во Львове видел еще. А здесь первый раз. Прям аж поразился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова